В обществе мы должны исследовать законам, которые поддерживают порядок. Знаете ли вы, что всехимические материи также следуют определенным законам? В самом деле, мы можем описать эти законы, глядя на отношения. Начнем с некоторых простых законов, которые управляют газами. В 1662 году Роберт Бойль понял, что газы имели интересную ответную реакцию, когда он поместил их в контейнер и изменил их объем. Возьмите пустую бутылку и закройте этот контейнер крышкой. Теперь сожмите бутылку. Что происходит? Давление внутри бутылки увеличивается. Когда размер контейнера уменьшается, вы можете сдавливать контейнер только до тех пор, пока газы изнутри отталкивают обратно вашу руку. Это называется обратной пропорцией, и она меняется с определенной степенью для каждого газа. Закон Бойля позволяет химикам предсказывать объем любого газа при любом данном давлении, потому что соотношение всегда то же самое. В 1780 году Жак Шарль заметил различные отношения между газами и их температурами. Если вы когда-либо видели воздушный шар, вы видели этот закон в действии, когда воздушные шары сложены. Они абсолютно плоские. Вместо того, чтобы надувать воздушный шар как на вечеринке, они используют гигантское пламя для обогрева воздуха внутри этого конверта. Когда воздух нагревается, шар начинает надуваться с увеличением объема газа. Чем горячее становится газ, тем больше объем, и это закон Шарля. Обратите внимание, что этот закон отличается от закона Бойля. Закон Шарля — это прямая связь. При повышении температуры, объем также увеличивается. Третий закон также легко продемонстрировать. Когда вы надуваете воздушные шары на вечеринке, их объем увеличивается. Как вы идете, вы запускаете все больше и больше частиц газа в шар из ваших легких. Это приводит к увеличению объема шара. Это закон Авагадра в действии. С увеличением количества частиц газа, добавленных в контейнер, объем также увеличивается. Если вы добавляете слишком много частиц, вы знаете, что произойдет дальше. Законы действуют везде, даже в мельчайших частицах газа. Если вы сжимаете их, давление будет увеличиваться, так как частицы сжаты вместе. Низкий объем означает высокое давление, потому что эти частицы стеснены. С повышением температуры, газы отодвигаются друг от друга, и объем также увеличивается. Наконец, если вы добавите газ в закрытый контейнер, объем этого контейнера будет расширяться. Но будьте осторожны, чтобы не добавлять слишком много, потому что в противном случае вы можете в конечном итоге остаться с лопнувшим шаром. Если вам было интересно, поддержите проект подпиской, лайком или комментарием. Ссылки и больше информации в описании к ролику. Спасибо, что смотрите наш канал.